Во вторник, 10 августа, около и в самом здании поликлиники прошла выставка номер один, своеобразный отчет о проведении воркшопов во время первого блока международного семинара для студентов-архитекторов Сезам-2021 поликлиника. Около полутора часов участники семинара и гости провели в интересной экскурсии по отдельным локациям и воркшопам. Так, красная линия вокруг поликлиники оказывается организованная граница. Кольори были выбраны червяный и синяй, потому что это очень радикальные кольори, и именно они могли подкреслить эту разницу между экстерьером и интерьером, чтобы создать пространство для переговоров. Давид, Октавио и их друзья хотели сделать общественный простор вокруг поликлиники. Кроме того... Также они пытались сделать все так, чтобы максимально использовать те ресурсы, которые доступны тут, и концентрироваться также на идеях реюзу, и для того, чтобы сделать этот простор достаточно комфортным для локальных. Есть локация для кошек Славутича. Детская площадка для юных славучан. Ну, видимо, для тех, кто ожидает родителей из поликлиники. А еще ребятам показалось, что Славутич – это своеобразный остров. Воркок моря. Поэтому такая интересная карта нашего города в синем окружении. Мы в море. Также команда Давида и Октавио посчитали, что около границы с поликлиникой обязательно должна быть доска объявлений, где публикуется важная информация. А пока ее нет, они на базе опыта, полученного на воркшопах, записали манифест и зачитали его. «Лиминал» – это городский простран. «Лиминал» – это для всех. «Лиминал» – это для каждого. «Лиминал» – это temporary. «Лиминал» – это время. «Лиминал» – это радикальная действия. «Лиминал» – это необычный и контракт. «Лиминал» не является четко значимым и может быть достаточно контроверсийным. И мы сподеваем, что «Лиминал» – это основа для наступных изменений и ходований. В финале своей части экскурсии они показали картинки, которые они готовили еще год назад, когда только планировали приезжать в Славутич. А вот так они представляли себе еще год назад работу в Славутиче. Следующая группа молодых архитекторов предложила переместиться в саму поликлинику и вначале совершить путешествие в обратную сторону. Тут они организовали совершенно новый вход, ну, видимо, так ближе и удобнее, в поликлинику через окно. Зал, где раньше располагался большой бассейн. Бассейн без воды, но зато заполнен песком и опилками. Весь материал – шишки, песок, ветки, мох – собраны вокруг Славутича. А еще они сделали аудио-перформенс, который записали в тех местах, где собирали содержимое этой локации. После чего они предложили всем экскурсантам спуститься в бассейн и посмотреть на это изнутри. Здесь же на стенах небольшая фотовыставка жителей нашего города. Пожалуй, одно из изюминок этой комнаты – визуализация мыслей жителей города. Студенты провели опрос и записали на стенках мыслей словучан о своем городе, каким они его видят изнутри. Вот главные фразы. Тихо, мирно, спортивно, утопия, турбота, почуття близко природе. И тут, пожалуй, можно согласиться с выводами от услышанного и написанного на стенке. Замясть фокусирования на негативных симптомах, акупунктура стимулюет позитивные точки тела, чтобы восстановить циркуляцию жительной энергии между ними. Славутич – это своего рода тело. И оркшоп исследует и стимулюет его ключевые точки. Вывод достаточно интересный. Подумайте. А еще есть карта тех мест, где они брали интервью. И можно узнать, где и как относятся к городу. Здесь любят, здесь раздражены, а здесь утопия. Есть комната, в которой записываются звуки и разговоры о Славутиче. Есть большой зал под названием «Простер для читания». Здесь тоже собраны какие-то отпечатки, листочки, записаны мысли. Фрагменты из некоторых. Як вода для тела, сосновая шишка та природа – это главная стихиями города Славутича. Социальная взаимодействие необходимо, чтобы быть счастливыми. Давайте повернем ее до сердца славутичан. В отношении и доверия между людьми Славутича приносят корость месту. Люди делят публичные простори и пикуются про них. Славутич – это бульбашка, которая складывается из других бульбашек, которые утворяют разномоченность атмосферы и контрасты. Ближе к финалу этой продолжительной экскурсии мы пообщались с куратором резиденции Сезам-2021 поликлиника Ариной Старовойтовой. Что до результатов, здесь есть классные выставки, которые достойны на сегодняшний день, чтобы привести до них наших наступных гостей на золотой осени Славутича, на голденфесте и так далее. Поэтому впечатления, если можно так сказать, впечатляющее. А есть разные люди, а для тех, кому это не понравилось, что вы им скажете? Ну, это справа смаку, это не обязательно, что все мое понравилось всем. Это справа смаку, и не будем забывать о том, что это студенты, это не профессионалы, которые уже мают учебу и мают втеленные проекты. Это люди, творческие люди и молодые люди, которые экспериментуют и изучают, например, Славутич. Ви ж подивіться, сколько там было пророблено роботи, сколько было опитано людей, чтобы сделать эту хмаринку эмоций. На простое запитание, что для вас, Славутич, там цілий кабинет прописаний, списаний словами. Пойдите, подивите, в Таллиннском квартале мы завжди ходили скрізь эту арочку невеличку, а вона сьогодні нам даёт таке світло, таке незвичайное впечатление от медиа-арта. Поэтому в том, что мы бачим каждый день и не призвичалися до этого, и не обратно внимание на эту красу. Молодые люди увидели что-то свое, и это не обязательно, чтобы все понравилось другим. Можете сказать, что это взгляд на Славутича с стороны студентов? Так, это взгляд, это взгляд, возможно, в будущее, это взгляд молодых людей, которых нам сегодня так не хватает. И мы же хотим, чтобы молодые люди нам показали какой-то другой вариант развития или будущего Славутича. Поэтому запрошуем дальше. Сегодня вечером еще 3D-мэппинг и еще 2 недели попереду интересных всяких таких интервенций. Поэтому хочу сказать Славутичанам, не дивуйтеся еще 2 недели попереду и кому-то что-то не понравится. Просто возьмите это внимание и не делать таких серьезных, так скажем, для себя, або каких-то таких сумных висновок. Сделайте лучший висновок, который вам, возможно, что-то нетрадиционное открыли. Треба, чтобы оно сохранилось настолько долго, насколько это можно сохранить. Например, привезти сюда других видовщиков нашей малой культурной столицы, я повторюсь еще, наших видовщиков арт-резиденции, которая будет «Золота осень», Славутича, «Голденфест». То есть у нас еще попереду, так скажем, туристический сезон, он и в этом году не такой жвавый, но мы сподіваемся, у нас попереду еще концерты и приедут до нас гости, которые зайдут, возможно, не в обычный музейный простор, который мы так привыкли видеть, а в какой-то нетрадиционный, но это новое что-то. А еще в поликлинике есть тайная комната для медитации.